У меня просто хорошо получалось Далее, когда Сидишь в столице Сидишь в столице Вы можете объяснить Мой минуту И мы видим, как это выглядит И потом объясним Как это работает Доброе утро. 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 Это мой, можно сказать, первый опыт в разработке VMP, первый опыт использования нейроинтерфейса. Еще я использую такую штуку, как Live Motion, он позволяет управлять движениями твоим контентом. В данном моменте я здесь приближаю камеру и могу увеличивать свой объект и рассматривать его изнутри. Значит, я разделил волны на две категории, тета и альфа – это волны активности, и бета и гамма – это волны релакса. Если я… да? Наоборот. Серьезно? Ну, в общем, и у меня тут черно-белая картинка, когда работают альфа и тета и альфа волны, и цветная картинка, когда работают бета и гамма волны. Похоже, хорошо! Спасибо team. Спасибо! и аудио и видео вместе в МСФАЧ. Если вы добрый, добрый. Спасибо. В нашей команде, которая управляет мозгомолекулами и самим проектом Илья, Лена, Сергей Товашов, Илья Соболь и Лена Сталабукова в проекте «Продвижение мозгомолекулами». Сколько это чудо, гамбли! Ну, давай, скажи, что хочешь. Когда же время от этого мы пытались, а мы хотели попробовать. А, да. Чей? Мы вообще дальше... Довольно просто. Хотелось, в первую очередь, при работе вообще с аэроинтерфейсом разобраться в том, на что, какие волны на что влияют и как можно вообще управлять этими волнами. Управлять это, конечно, громко сказал. Поэтому мы решили взять только альфа и вот этот волны, как с твоей Леной. И по сути, происходит очень просто. Когда Лена расслабляется, то штучка не стыла. Как только она вызывает какие-то активности свои, это все начинает так же меняться, двигаться и происходят вот такие флуктуации. В принципе, мы поняли, что вот этого расслабленного состояния достичь довольно просто. Можно закрыть глаза и расслабиться немножко. И как эта штука действительно застывает на какое-то время. А Эльца нам говорил, что очень сложно удерживать такое расслабленное состояние больше пяти минут. Это невозможно. Поэтому мы особо за какими-то там суперрезультатами, часовыми медитациями, в общем-то, не гонялись. Вот так. Ну и вот сейчас как раз видите, что вот Лена залипла на время. И еще мы маппили, по-моему, то ли беты, то ли теты волны на такое увеличение на зум. Но как их контролировать, мы, в общем-то, пока на ладони как-то сами по себе там иногда увеличиваются, иногда уменьшаются и всякое такое. Вот. А ну а сейчас у нас вечная медитация вступает. Спасибо. Спасибо, друзья. Следующий у нас спрейт Вадима Болсова под названием Celipsistic Generator. Вадим. 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 Сценал. Спасибо. Хорошо. Сейчас мы имеем звук. Сценарий. Вадим. Спасибо. Спасибо. И, извините, кто следующий? После этого попробую что-нибудь там поскладывать, какие-нибудь числа, что-нибудь такое. В зависимости от этого мысли либо сгорятся, либо замедляется. Вадим. 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 Да и она immer exportам. Он говорит, релакс, релакс. Может я релакс? Да, в общем, в этот контроллер иногда я больше работал. Ну, не важно. Попробую перейти прямо в ладонь. Эти волны отвечают за расслабление, но это мне как раз не выдаётся. Ну, в общем, это можно всё списать на груди контроллера, потому что при данный момент невозможно обрабатывать данные с него, когда уровень шума превышает уровень самого сигнала. Давайте попробуем гамма-волны все-таки. Итак, гамма-волны отвечают за общее сознание человека и также за тактильное восприятие. Сейчас... Ну вот, в общем, мы видели уже всё. Ладно, спасибо. Спасибо большое. Сейчас мы... А, готов? Да? Ага, сейчас мы... А, как бы садиться. Сейчас Вадим, собственно, продемонстрирует свой проект. Даю ему микрофон. Да, у меня здесь картинки будет. Значит, я наклонял сделать и звук, и... 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 Ну, все, где остается только на звуке. А... Достаточно простая схема. У меня просто восемь генераторов различных. Которые подключены к комбинации волн. Не накинулся. Я был вон к комбинации... Две... Две волны. Ну, данный был. Волн, они... Управляют генератором. Сейчас попробую пустить его. И... Управляю. Управляются туки и хранит от изделия. И... Управляю генератором. Это не вон, чтобы вы загала в почки... Он Josh. Я его другом. Он... Он сбивал в космонка. Он... Он сбивал в Snapdragon 9000. В Arnold. Продолжение следует... 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 Ну, как известно, все решено, белые такие сильно репетитивные паттерны, они происходят у некоторых дипнотических впечатлений и если на них внимательно смотреть, то чисто по ощущениям возникает ощущение какого-то какого-то такого полу-сна, когда уже концентрируешься на этих паттерах. Что, собственно, и взято за основной важок. То есть здесь главная фишка, на самом деле, она не столько для зрителей, сколько для участников, поскольку, собственно, основным эффектом этой инстанляции является не визуальный какой-то эффект, а эффект, который происходит у человека, который непосредственно под чьей волос заточен картинкой и человек, который сам смотрит на эту картинку. То есть это такой, своего рода нейрофитбат получается. Сейчас попробую просто продемонстрировать, как оно будет. То есть инострация выглядит просто наблюдением, ну, по крайней мере. То есть сейчас оно просто скачет, потому что я разговариваю с вами, и оно за все сил пытается меня успокоить, поскольку у меня достаточно высока вероятная составляющая бета-ритма. То есть здесь параметры, под которые... По параметру вообще применяются следующие. Берется отношение альфа и бета-ритма как самых основных показателей активности. И это не только то, что прям спокойствие, а такое медитация. Ну и к тому же соответственно альфа-ритма отвечает за визуал. Поэтому смотрится на отношение альфа и бета. Если такое отношение велико, то значит альфа их заметно больше, и значит я нахожусь уже в каком-то таком слишком депутатном состоянии. Меня надо вывести оттуда и показать, что такое абстрактное. То есть сейчас вот эти большие пределы. Если, когда альфа закрепляется и на первое место заходит бета, то тогда, соответственно, мозг опять находится в достаточно легком состоянии и включается, соответственно, зебра, которая пытается меня усыпить. Чем больше бета-ритма, то есть чем больше активность верность мозга, тем бета-ритма, тем зебра активнее. Когда, соответственно, я начинаю успокаиваться, зебра тоже успокаиваются практически до полностью на верном состоянии. И, собственно, переходят в усомнение. То есть я задерживаю это. Ну, попробую показать нам нравится. Сделано, когда пока одинкфор. Сjours Константен образом Константен, Константен, К High PayPal И XML О exile В conseguении Спасибо. Спасибо. Могу добавить, что называется эта штука условно «окрыватые качели». И что в следующей версии, естественно, вместо австрактной 3D по-хорошему должен быть какой-то текст, сильнее выдергивающий из этого полусна, чтобы по размаху больше. И что еще один эффект, который обнаружился, естественно, не через минуту-две, а при настройке этой истории, обнаружили, что когда, собственно, начинаешь балансировать на этой границе между полусном и совсем бодрствованием, то в итоге общий уровень спокойствия или чего-то еще выводит в общее состояние, оно получается более сбалансированное и равновешенное. То есть, в принципе, если еще проводиться с подобной штукой, то можно привести ее до такого полусу тренингового суммета, чем что-то заявить, когда мы возьмем. Спасибо большое всем участникам. Если какие-то есть вопросы, далее снимаем друг друга. Пожалуйста. Как будет документирован воркшопы для не участников, как можно получить информацию? Ну, то есть, например, я сейчас не фотографировала и прочее. То есть, будет у вас это разбить, но… Никак будет прийти на значение воркшопа. Нет, он… Во-первых, все патчи… Да, но… То есть, Энс проводит подобные воркшопы, и есть в виде странице, которые он, собственно, представлял. Можно проследить за дальнейшим проследителем, например, этих работ, которые участники сейчас представляли? Приходить в политехнический музей, на фестиваль МИЛС, и следить за работами. Какой у нас воркшопы? И начислили участники? Ну да. Ну, они вообще публиковали, кто участвует воркшопе, когда у нас делали уже пару раз воркшопах. А еще какие-то есть вопросы воркшопах? Спасибо. Спасибо всем, кто пришли. Кто-то, может, хочет попробовать. Кто-то, если хочет попробовать что-то, тоже подходите. У нас еще есть минут 15-20. Всем спасибо. 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 Спасибо всем, что пришли, и я просто хочу спросить, кто хочет, если вы можете мне дать ваши франшизы, чтобы поделиться с другими ежедневными людьми, если это возможно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok